Вот она рука, она вся сырая, она стекает по потолку. Вот дырка находится проекционно в дыму. Вот она. Вот пошла вода от руки. Вместо светильника под потолком ведро. Так семья Алексеевых живет уже два года. Последний этаж технического нет. Вся вода с крыши в квартире. Жалобы, просьбы, заявления в управляющую компанию «Химки Комфорт» и застройщику ЖК «Две столицы» не спасают. Вот ходишь по крыше, когда вода отжимается через дырку, то есть течь усиливается. В лето, в проливные дожди, когда начинают дожди, тогда они говорят, управляющая компания говорит, что дожди у нас аномальные. Поэтому, видимо, я должен смириться с тем, что у нас аномальные дожди. Смириться или перекрыть крышу за свой счет. Впрочем, Алексей уже оплатил последствия от бездействия коммунальщиков. Окна заменил, установил новые радиаторы, утеплил стены и заделал дыры в плитах. Только ремонт в детской комнате обошелся в 116 тысяч. Тут было две створки, которые открывались. При этом прижимные механизмы зимнего режима, они были только с наружных сторон. А вот с внутренней стороны не было механизмов прижимных зимнего режима. То есть, таким образом, окно прижималось только с одной части и отжималось от другой. Можно было поставить руку там и ковырять лед. Сейчас сложно представить дыры в стенах и плесень в углах этой комнаты. Но есть доказательства. Вот подношу пламя. Вот такая дыра. Только сопернику лицо. Кто там? Который задувает до ветра с улицы. Приличная стопка макулатуры. Все это – обращение в управляющую компанию. Но времени ждать законного ремонта у мужчины просто нет. В семье четыре ребенка и пятый на подходе. Сквозняки и течь с крыши опасны для здоровья малышей. Это вот так у нас отписывается инженер Усанов. И вот генеральный директор Орлов тоже самое пишет. Были проведены застройщикам в рамках гарантийных обязательств. Как были проведены работы застройщикам в рамках каких гарантийных обязательств? Конечно, предписано к договору. Но то, что висит ведро на потолке и в него капает вода – это вот такая работа. Можно ли это назвать работой? Можно ли это назвать исполнением гарантийных обязательств? Я считаю, что нет. Вместе с Антоном идем в УК, чтобы поговорить на камеру. Директора в офисе нет, как и заместителя. Отправляют главному инженеру. Ну что, вы решили подлатать крышу мне опять? Она течет. Идите, латайте. Да? Ничего не латали? А вот эта вот бумажечка от Усанова ваша? Он будет застройщик? Нет, у меня застройщик УК. Секундочку. Дом был передан на баланс УК. Вы дом приняли? Вы что, законов не знаете? Делайте мне крышу. Сейчас я вам покажу. Я хожу с этими бумагами уже два года. Значит, это моя претензия вам конкретная. Фиксируйте, регистрируйте ее у себя. Давайте вы дополнительные благо. Вините, пожалуйста. Разведи бюрократию здесь. Беседа хоть и грубая, но претензию Антона все же зарегистрировали. Теперь направят застройщику. Вновь. Обычно на этом этапе обращения мужчины теряются. Конечно, потом будет комиссия, и собственник кто-то жалуется, подпишет, если он удовлетворен будет. Сколько раз вы же делали ремонт? Мы не делаем ремонт. Вы застройщик? Один раз, по-моему, они делали. Один раз. А почему там у него тогда до сих пор? Я не знаю, почему. Обратитесь. Будет комиссия, которая даст какие-то ответы. Пока дом на гарантийном обслуживании у застройщика. Управляющая компания уверяет, лишь посредник между строительной и жителями. Как отстоять свои интересы владельцам жилья? За ответом в администрацию города. Заявителю остается только лишь собрать все свои заявления, которые он писал в управляющую компанию, и отправиться в надзорные органы, в государственную жилищную инспекцию, которая имеет непосредственное влияние воздействия на любую управляющую компанию. Проблему Антона взяли на контроль в администрации городского округа. А пока мужчина решил усилить меры с помощью правоохранителей. Подать на коммунальщиков заявление в прокуратуру. Возможно, этот шаг ускорит ремонт крыши. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.